Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как получить качественный посадочный материал крыжовника. Крыжовник по праву считается северным виноградом. В его ягодах содержится очень много разнообразных сахаров, в том числе фруктозы, а также других витаминов и биологически активных веществ. Кроме того, помимо своего прекрасного вкуса, крыжовник содержит довольно много пектина, и из него, вот почему, кстати, его называют северным виноградом, именно из крыжовника получается самое лучшее домашнее ягодное вино. Но у него есть один маленький нюанс. Несмотря на то, что сам по себе крыжовник растение весьма долговечное, при размножении его черенками на получение качественного саженца уходит иногда довольно много времени. Плюс приживаемость черенками у крыжовника гораздо ниже, чем у смородины. И нам не очень-то хочется ждать 2-3 года, пока кустик хорошо разовьется, и мы получим первый урожай. Так что же нам делать, чтобы сэкономить время? Тут нам на помощь придет метод отводков. Для отводков нам понадобятся молодые ветки, можно побеги текущего года, прирост текущего года, можно 2-3-летние ветви уже с ответвлениями. Главное условие, что эти ветви должны отходить как можно более горизонтально и легко пригибаться к почве. Дело в том, что попав в почву, во влажные, хорошие условия, те почки, которые попадают в землю, легко дают корешки. А если немножко еще подрезать веточки, побеги под этими почками, повредить кору, то вместе с таких повреждений корни образуются наиболее активно. Отводками крыжовник можно размножать практически весь вегетационный период. Но мы с вами попробуем сделать это осенью, для того, чтобы за осень и начало весны эти отводки успели уже пустить корешки и дали нам хорошие саженцы уже к осени следующего года. Итак, что нам понадобится? Для того, чтобы размножить крыжовник отводками, нам нужно место. Освобождаем место под кустом от сорняков, рыхлим почву. Если почва недостаточно плодородная, вы считаете, либо она очень густо пронизана корнями крыжовника, то можно ее подсыпать. Это пойдет на пользу как самому кусту, так и отводкам. Мы выкапываем небольшую канавку, продольную, как раз в том направлении, как идет ветка. Глубина канавки 5-10 сантиметров. Слишком глубоко не нужно. В эту канавку мы опускаем наши побеги и прижимаем их при помощи шпилек. Шпилькой может быть согнутая буквой L проволока. Это может быть деревянная развилочка. Либо любой другой предмет, который сможет удержать побег крыжовника, канавки, для того, чтобы он не сдвигался и его не выпирало наружу в процессе роста. После того, как мы прижали этот побег, тщательно засыпаем канавку, приминаем почву и обязательно поливаем. Корнеобразование идет активно только в том случае, если растению хватает влаги. Кончик побега, который выступает, обязательно нужно подвязать, для того, чтобы новый кустик сформировался правильно. Если мы используем более взрослую ветку, у которой уже отходит несколько боковых, то прикопав такую в канавку, мы можем получить сразу не один саженец, а два, либо три. И здесь правила те же самые. Выкапываем продольную канавку, укладываем туда веточку, прижимаем ее проволочными шпильками, засыпаем, тщательно прижимаем землю и поливаем. И оставляем в таком виде до следующего года. В дальнейшем вам понадобится периодически поливать, наблюдать за состоянием, бороться с болезнями и вредителями, которые могут напасть на молодые саженцы. И уже осенью будущего года вы получите хорошо сформировавшиеся, развитые саженцы крыжовника, готовые для пересадки на постоянное место жительства. Процветание вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. Смотрите наши сюжеты, ставьте лайки, задавайте вопросы. И до новых встреч!